Защищать детей – главная социальная задача государства, отмечают в службе судебных приставов. Поэтому ежеквартально здесь проходят совместные приемы руководителя службы с уполномоченными. На один такой прием приходит до 20 человек, чтобы силами административного ресурса проблемы разрешить. Обычно говорят о том, что пристав якобы ничего не делает. Но когда мы начинаем разбираться, мы же понимаем, что иногда оперативно отреагировать на ситуацию невозможно. А потом у пристав есть свои регламенты. То есть у них есть некий алгоритм действий в отношении того или иного должника. Поэтому, опять же, разбираемся вместе. Кстати говоря, у нас даже существует такая форма взаимодействия, когда мы проводим рабочее совещание. Когда у нас есть, например, чесложная ситуация, мы собираемся, обмозговываем, думаем и уже вырабатываем тактику уже совместных действий. В предыдущие годы больше всего вопросов касались выплаты алиментных платежей. В 2019-м структура обращений поменялась. В приоритете у заявителей порядок обращения с детьми и споры между родителями. Кто и когда должен забирать ребенка и сколько времени с ним проводить. В ход идут угрозы и манипуляции, а страдают несовершеннолетние. У приставов схема решения аналогичных ситуаций уже выработана. Есть процедура медиации, которую мы предлагаем вместе с уполномоченным по правам ребенка. Потому что медиатор обладает специализацией, которая может помочь и психологически, и юридически, дабы достигнуть какое-то соглашение, согласие между родителями, чтобы ребенок в этом случае не страдал. Но судебный пристав-исполнитель, исполняя такое решение, он принимает меру принадлительного исполнения. Если один из родителей уклоняется от его исполнения, привлекается, соответственно, установленным законам ответственности, административной и другой штрафной санкции. Попасть на такой прием главному судебному приставу и омбудсмену заявителям несложно. Достаточно записаться заранее по телефону или лично. Никакого отбора нет, специалисты ответят на вопросы любой сложности. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.